Всем большой привет, зрители нашего канала. Большой привет. Мы приехали на выставку в Крокус Экспо. Выставка Интершарм сейчас проходит здесь. Билеты мы приобрели на сайте. Посмотрим, с Леной приехали. Какие тут новинки вообще, что интересного. Я думаю, хорошо проведем вместе время. На выставке Интершарм 30 лет в виде проект номер один в России. Огромная площадь. Царство косметики. Сейчас мы с вами туда спустимся. В очередь. В гардеробную. Друзья, время 2 часа дня. И поэтому, прежде чем идти на выставку, мы пойдем сейчас пообедаем. Стояли в очереди в гардеробную. Долго стояли. Как-то, да. Все стоят, видите. Медленно двигаются. Мы там увидели кафе. Очень много людей. Вроде так цены хорошие. Сейчас пойдем перекусим, потому что голодными тоже ходят по выставке. Не айс. Захочется конфетку какую-нибудь съесть. Короче, ладно. Поднимаемся сначала наверх. Начнем с желудка. Здесь все занято. Видите? Мы не мы-кодаком. Сейчас здесь у нас покажем, что есть, покажем, что возьмем. На этом выставку закончилась. Приехали сейчас поесть. Приехали поесть, да. В Кропус-Сити. Морс облипихов на 140. Морс из черной смородины на 140. Вален кофе куда возьмут? Поделиться с тобой салфеточкой одной? Одну салфетку. Вот здесь были, но их больше нет. Пере. Да. А там дальше есть салфеточки. Сейчас возьмем салат. Салат 1 полуция 220. Я тебе подскажу. Мы в Коля. Все решили не полетить. Это здесь, как правило, две покупки. Один взял, все. Я возьму лучше кофе. У нас дома есть смородина. Тут написано по-английски. Какой салатик возьмем? Цезарь? Какой он, Цезарь? Да. Цезарь 350. Что-то дороговато, мне кажется. А вот этот вот? Салат с сыром. Вот такой вот хочешь? Смотри. Хочешь? А вот этот. А Цезарь хочешь вот так? Селедка под шубой. Салат греческий. Да. Да. А как его? Нету только американо, да? А нету капучино. А нету капучино. Нету этого. Почему? То, что я хотела. Латте там или что-нибудь. Капучино. А, давай тогда ты возьмешь американо, я капучино. Давай. Давай. Здесь коробка сфориентировалась, но бывает, но я не могу платить со всякими слипками. Сейчас для передашь, ладно? Да. Вот еще салфеточки открыт. Спасибо большое. Хорошо, когда есть сестра младшая. На посылках поухаживать за тобой. Здравствуйте. Здрасте. И супчик. Как воде? Так. Да, я думаю, куриный только вставка. Давайте куриный. 230. Я люблю первое. Ладно. Спасибо. Пиво. А вот это что-то полное пищевое. Вот это? Да. Это курица с грибами. Это типа ж... Можно курица с грибами и с гречкой. Это у меня супчик там надевает. Да, где план есть. Ну, что страшно. Вот так будет нормально? Переживел, нормально. Слушай, а тут еще есть... А можно один положить вот этот мант? И что это такое? Манты пару. Ага. Вот сюда. Один. Попробуем. Вам с сметаной можно? Давайте два тогда со сметаной. Сейчас объемся. Тут вообще ни на какую выставку не пойду. Зачем нам куда-то идти? Да. А, так кофе можно было и здесь налить? Отлично. В общем, нельзя голодные стоять. Смотрите, я взяла суп куриный, манты, картошку, отбивную. Салат. Ты же лопнешь, деточка, да? Да. Ты же лопнешь, деточка. Куда столь? Я могу так. Не, я это точно не лопну. Вы меня знаете. Люблю повеселиться, особенно поесть. Это для меня... Друзья, немало удовольствия нам доставила питание в ресторане. Теперь мы будем заходить, проходить. О, наконец-то. Добро пожаловать на выставку. Здесь идет презентация с клиентами общей. Здесь уже вот эти патчи для губ. Смотрите. Лип-маски. Ну, знаете, у меня такие есть. Ничего, прикольные. Мне понравились. Здесь их много. Штук 60. Есть одноразовые. Крема для рук. Это коричка, да? Нет, я не пойму пока чьё-то. Просто смотрю. Просто смотрю чьё. Красивое оформление палатки. Добро написано. Видите, здесь ведутся уже переговоры с клиентами. Вообще, просто хочу вам передать... Ну, мы с Лена приехали передать вам ещё заодно атмосферу. Показать, как всё здесь происходит. Каждый находит... Поставщики находят своих покупателей. Покупатели находят поставщиков. В выставке что-то можно даже прикупить в прозвицу. Вот, видите. Тут можно купить мицеллярную воду. Маски. На полках в магазинах. Большие, то в золотом яблоке. Вот, на него все. Бальзам для рук. Всё, до новых встреч. Пойдёмте, если мы припосмотрим на руку. Ооо, корейская косметика. Финки для умывания 300 рублей. Вот здесь мы сейчас с тобой и останемся. Маски начали носить высокие деньги. А потому что всё дёшево всё. Альгинатные маски 700 рублей. Тканевые патчи. Маски в плёбле. А вот эти хорошие пузырьковые маски мне очень нравятся. То, что вы берёте. То, что вы берёте. Акция тапочки. Так, мы пока ещё просто поглядываемся. Патайская косметика я вот для этого пользуюсь. Кстати, они плохие штучки. Они дешёвые-дешёвые. Сколько здесь они стоят сейчас, интересно? А какой ценой вот эти чинечки? По 412. Это для класса, а? 412. А вот это лаванда. А это лаванда для сна. Пенку для умывания здесь можно ценить. А, вот лин плёночные маски, которые я люблю. Девушка, а вот тут почему-то маска свои. Так, сейчас. 2. Сейчас, в секунду. Вань, сейчас расскажу. Мне они очень нравятся, слушайте. Маски классные? Да. Я бы взяла, что они дайте мне справа. Сейчас мне скажут, что маски. Вот они, классные. А сколько справа стоит? Нет, нет, нет. Мы автогая компания. Да, да. Нет, это Китай-Ланде. Китай-Ланде. У нас дома, знаете, как продают? Закупаемся в Таиланде. Да. И склад находится в области. Да. И в Владивостоке, на мастер-Российской, мы отправим для транспорта. Вот это вот. Да, конечно, сейчас сегодня. Сейчас посмотрим. Вот 480, а 480. Здесь хорошие вещи, да. Вот я кушон вот этот вот получила. Дома есть. Я тебе заказала, который? Нет. Как он называется? Вот у них боксы 82, видишь? Котовый подарок тебе будет. Привет, я тебе. Я купила себе вот на город. Сыворотка для ворос. 1870. Что только нет. Сыворотка. Хорошая косметика у них. Я Леня у них заказываю. Вот видите. Купила стик для лица с коллагеном. Я потом домой приеду, вам покажу. А вот здесь вот, смотрите, Корея. Здесь что-то вообще ни одного человека нет. Видите, по-разному. Здесь вещь чуть никого у них нет. Там огромное количество людей. Согласна. Вот косметика из Таиланда. Всегда народу полно. Тайские. Ой. Ну, тени, смотри, разные. Саби фирма называется. Блестящие. Как я люблю. Даже с этой платки есть какие-то. Натуральный шелк. Красиво. Бомбочки разные для ванны. Морская сон. Я любимая тема. Всякие вот эти вот. Обожаю всякие вкусняшки. Кондиционеры. Чтобы с ароматами были. Таких кузов. Кажется. Для автомобиля. Это вот такая штучка. Да, такая штучка, которая одевается на решеточку. Цена вопроса 2500 рублей. И у нее есть потом сменный блок. Чтобы нам заново с вами его не покупать. Мы просто приобретаем потом сменный блок. Очень удобно на самом деле. Да, очень удобно. У нас их хорошо покупают. У нас блюдо. А надолго хватает? Ну, как по пару месяцев у кого-то на дольше. То есть зависимо от того, сколько сейчас ты кондиционерам болеешься. Да, а сколько часа. Ну, а сейчас я нужно тепло пользоваться. Каждый день. Да, 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 да. Ну, в среднем пару месяцев. Аромат все можно посмотреть. Аромат все можно выбрать. Они все представлены. На ложке. Диффузор 2500 рублей. Да. Диффузор 2500 рублей. Смены. Вот тысячу удал. Теперь беру вот так. Раз. Два. И я вернулся в Суперсан. А знаете, почему чувак так работает? Потому что он чемпион России, чемпион Европы. Аплодисменты, ребята. Он знает, как это делать быстро и красиво. Это ж мне пилинад. Чего это стоило? Маска для волос в поврежденном стрессе. У меня, кажется, у всех людей поврежденном стрессе. У нас есть ситуация, значит, именно этой москвичи. Смотри. Давай в баню съездим, а? Давай у девушки разберемся. Маска для волос в поврежденном стрессе. Да. Маска-эликсир для укрепления волос. Кокосово-миндальное. Это 78. Ну, это вот статус. Ой, как пахнет. Кокосово-миндальное. Смотри, смотрите. Вы котеночки хотите для себя? Для себя. Потому что здесь просто соль, а если соль не, а волосы делаем. То есть вот это самое. Ммм. Ммм. Я здесь остаюсь. Так все пахнет вкусно. Ммм. Голубая, розовая. Это соль пены. Какой розовая. Голубенькая. Голубенькая. Ммм. Купи, Андрей. А это кто производитель, девушка? Русская косметика или Моркаденцова. Ммм. Ммм. Мм. Ммм. Приятно. Можете рассказать немножко поподробнее про Вашу косметику? Купить можно. Купить можно. Купить можно либо в магазине, либо если опытом можно у реприбьюторов. У нас есть сайт. У нас в лозоне на байлдерисе. У нас в лозоне на байлдерисе. На marketplace. Да. А теперь достоинство, преимущество косметики. Шампунь источник силы. Дальше соль. Купить надо. Цена. Цена. Отличная. Ну и поврежденная эспресса. Так, я тоже возьму одну такую. И густое мыло вот это вот. Розовое и густое мыло. Это мне. Вот смотри, здесь банки особо сидят. И прямо волосы можно вместо шампуня мыть, да? Для волос у нас вот такая вот очень хорошая маска для роста волос с перцем. Мне такая нужна с перцем. Значит, нам надо две. Она, да, она разгребающая, маска. Давайте мне вот одну такую маску или одну вот эту вот розовую. Маска для волос обрежденных волос. Всё. Одно осталось. А, мне просто покажите. А, мне показать у нас двух. Две. И розовенькие две. Всё. Две стучки почистить. Вот эту и розовую. А, Андрей, ты хотела соль купить? А, и соль, да. Вот решите напоминать? Да. Так, соль какая из них? Вот с ромашкой у нас. Такое, ага. Это для маски для волос. Детокс, да? А мы вам же тоже можно волосы мыть, да? Да. Можно. Девушка, а мне можно вот такую тогда дать? Если розовых нету. Сейчас мы смотрим. Я вот такую возьму. И вот такую. Поехали на выставку. Руками не трогать. Это парфюм, наверное, домашний, да, у них? Красиво. Я сейчас посмотрю. Всё для дома. Какие большие упаковки. Очень интересно, конечно, выставка. Столько производителей. Ты идёшь, прямо не знаешь, куда смотреть, ребят. То ли направо, то ли налево. Всё интересно. Сколько здесь фотозон? Да. Как интересно сделано. Как будто пиво. Ага, ничего себе, гель для душа, пивной стакан. Прикольно. Вообще молодцы. Мне нравится, что коммерсанты, они не спят. И постоянно какие-то у них идеи сумасшедшие. Смотрите, вот. Пожалуйста, гель для душа, шампунь для всех. Лен, ты видела? Коммерсанты не спят. Вообще прикольно, да? Гель для душа и мочалка. Это на Новый год, допустим. Отличный подарок. Самый лучший мужчина. Вот тебе пивной на... Слышишь? И мужика, мужик. Надо чтоб не выпить. Нет, у тебя мужик. Мужик-то разочаровывается. Лен, прикинь. Ты ему на тебе 130. А он возьмёт и выпьет. Прикольно. Нет, это всё гель для душа. Да, очень. Всё гель для душа. Как будто коньяк, а это гель. Чё они выпивают? Смотри. Весело. Это что они... А что это такое? Это бехеревка. Это бехеревка. А, это бехеревка? Ничего себе. Это вся бехеревка. Это вся бехеревка. И вот это закусывание. И это закуска. Блин, красно. Мы сегодня на машине ехать. Зря. Зря на машине? Зря на машине. А, классно. Леня не на машине. Сейчас по залогу. Смотри, какая фотозона. Одна фотозона заканчивается, другая начинается. Очень хочешь запечатлеть себя здесь, да? Да, конечно. Сырьё для косметики. Дегменты, красоты. Мы с Леной общались с китайцами. Мне сказали... А это у вас чья косметика? В Италии. Премиальная Италия. В общем, я поговорила на китайском. Ты слышала? Ему было очень приятно. Я сказала Нихао. А еще, я знаю, надо было сказать спасибо. Си-си. Только мягко. Си-си. Си-си. Ой. Нам с Леной все будут повеселиться. Куда бы мы не приехали. А Иташенька говорит... Италия. Я сейчас не умру на месте. Италия. Италия дорого. Италия, да. Нам не подходит. В общем, очень много оборудования для производства косметики. Ну, различные производители. Китайцев очень много. Нужила. Везде. Везде. Чайна. В общем, здесь целается все. Здесь, видите, везде. Чайна. Упаковка. О! Да. До чего ж красота. Да. А, 850 рублей стоят. Вот такие. Что-то вернулось? Да. Какие ты будешь брать? Не знаю. Сейчас я хотела, типа, вот эти Шанель. Мне они так нравятся. У меня были. Помнишь, я хотела. Вот они Шанель. Вот они. Вот они Шанель. Просто я смотрю, что это. Вот. Смотри, для парикмахера красиво ножницы. И садыют. Вкусы такие. Знаешь, померить. Как выбрать без примеров. Девушка даст. Вот эти симпатичные. Вот эти симпатичные. Вот эти симпатичные. А, вот эти симпатичные, да. Третьи. Я вообще не решила. Золото тебе больше не покупать. А я все равно утеряю. Ну, за отдашь 30-40 тысяч. И потом переживаешь. Весь отпуск испорчен, потому что они у тебя потерялись. О, мне нравятся вот такие. Вот этот померить. Ну, они, видишь, все засчитывали стоят. Вот эти Шанель прикольные. Вот эти классные. Мне понравились. Сады, какие красивые. Сады, какие красивые. С ножницами. У нас цены такие низкие, что вам просто не снилось, девчонки. В магазине. Умножайте на 2 сейчас. А как вот поближе достать? Ну, там. Ну, там. Вот, сердечко мы с этой штучкой. Давайте нажимаем. Тоже нравится мне. Классно. Вот эти мне вот ряды. Можете открыть. Я даже посмотрю. Сады, как смотрятся. Сады, как смотрятся. Да. Так у тебя такие. Хорошо. А, нет. У тебя цветочек. Хорошо они смотрят. Или лучше крестику взять. Это металлический. Это не, не надо есть. Это металлический слой. Коля, вот эти сколько стоит? Коля, вот эти протёрли. Упали. Взяли. Чуть-чуть тяжело. Я в булочнике там сильнее везю. Как, Лен? Посмотри на меня. Самкатичные. А я же такие же. Одинаковые. Какая-то можно напомнить? Это было, конечно, осталось. Спасибо. Вот, видите, нам подарили. Кель для душа. Ну, проходит семинар какой-то, ну, обучение. Это не ребёнок, так скажем, да, который прям совсем у себя рядом с сердцем. Сколько так будет? Уходим. Это моя любимая пенка для умывания. А можно у вас купить пенку для умывания? Купить можно? Сколько стоит? Двести пятьдесят. Триста. Так, двести пятьдесят или триста? Триста. Триста. Знаете его, да? Конечно, мы всё знаем. А, ну, а тогда что, брать всё надо, я не думаю даже. Что, остальное мы купим уже в Таиланде. Скоро, очень скоро. У меня есть один дома лишний. Можешь подогревать? А сколько у вас вот такие карандаши стоят? Сто. Сто рублей одна, да? Это от насморка, да? Да. Ну, я поняла. Можно одну штучку с этим? Ну, она заболела, нос завожила. Это как я Андрею провозила. Это как я Андрею провозила. А это что? Это масло. Его надо... Масла не будет. Он вот эти вот, что не упользуется. Не, вы хотите, чтобы помогло, или хотите, чтобы он... Ну, а масло мазать надо? Да, конечно, неудобно. Понятно. Может, мужики, знаете, какие... Их неудобно. Все знакомые, все масочки знакомые. Зубные щетки. Скоро мы нанесем. Это же подушка такая есть. Визит в Таиланду. Ну что, покидаем мы выставку. Хочу идти на сдевалку, как всегда. Мы сейчас поедем до Митино, там на автобусе. И, как всегда, спешу на танцы сегодня, высунув язык. Побегу. Главное успеть смотреть. Он все стоит, как всегда. Поехала домой. Осталось до танцев 20 минут, Юра говорит. Куда ты пойдешь? Я говорю, на что? Нужно идти. Привет, Юрочка. Привет. Конечно. Покажи. Ну вот. Ай, пачку покажи. Китайские традиции соблюдаем. Это, которые нам привезли. Помните, нас угостили? Вот он. А Юра его заваривает. Вот так вот пьет. А мне вот сюда налил. А мне вот что я на ужин вот сейчас вот это поем и побегу на танце. Юра, бедные люди, как тяжело ехать с работы из Москвы. Боже мой. Полный автобус. Половина стоя. Половина чуть ли не лежа. Это духота такая. Я, в общем, я в шоке. Проехалась и понимаешь, как хорошо, когда у тебя работа рядом с домом. Куда ты все несешь? Вот смотри. Есть чай. Да, понятно. Можно прийти домой. Расслабиться. Медитировать. Ум. Чай обалденный. Ты его сливки кокосовые что-то добавил? Да. Очень вкусно. Ладно, сейчас немножко поужинаю и побегу. Все, дорогие друзья, успела съесть грейпфрукт. Маленький бутербродик с сыром с колбасой. Маленький. Вот такой вот маленький. Все, еду на танцы. Устала, конечно, очень сильно. Очень. Но не буду прерывать занятия. Приеду, уже будет поздно. У меня танцы заканчиваются очень поздно. Пока я добираюсь домой, уже совсем поздно. Поэтому видео, конечно, выйдет у вас на следующий день. Но, хочу сказать, что приеду, еще раз покажу, что я купила, чтобы уже с вами завершить это видео. И, в общем-то, все, поехала, потанцую. О, мы с Юрой одновременно, представляете, пришли домой. Я, когда уходила на танцы, еще успела поставить мясо варить. Юра купил мясо на солянку. Я отключил его. Я отключил его. И сейчас, да, варил? Да. Потому что он уходил. А, сколько оно варилось? Ну, минут 20. Это очень мало. Мало. Но я хочу. То есть, ты его не доварил? Конечно, не доварил. А когда же мы будем солянку вот поварить? Ну, я-то не могу оставить и уйти. Ну, ладно. Ну, давай, показывай, что ты купил. И будем уже отдыхать. Ну, давай, рассказывай, что ты купил нам. Там со стандартного, как всегда, яйца. Что ж теперь делать? Яйца у нас каждый день, яйца. И ты, и я покупаю. Ну, вот так вот. Они мы и так едим. Да. Это мы вот съели. Плюс горячую лепешку купил, прям горячую. О! Это на утро, да? Угу. С этим, с кунжутом, с черным. Так, ты просила маслины без слива для того? Без... Без костчик. Да, спасибо. Мне такие нужные, да, на солянку. Молодец. Хлеб подешевел. Хлеб. Мы вчера тоже такой покупали. Ну, Муран, пусть еще будет. А мы завтра будем, это, с икрой чего-нибудь, трески, с печенью трески. А, ты купил. Грибы купил большие. Шампиньоны. Да. Молодец. Шампиньоны, не помню вкусу. 126 рублей заучится стоит вот этот пакет. Купил я молока. О, отлично. Сейчас чай будешь масало делать? Не будешь? Тержач. Не охота? Ну, не знаю, посмотрим сейчас. Угу. Так, а вот такую колбаску. Колбаску Юра попросила, краковскую на солянку. Молодец. Я вот попросила, вот я купил. Огурцы соленые. Молодец. Все. Ты справился на пять с плюсом. Теперь я купил баклажаны. Вот. Баклажаны обжаренные с овощами. Овощами купил. Молодец. Морковку купил. Ага. Купил баклажаны обычные. Это на утро. Юра, яичницу только с баклажанами. Почем баклажаны? 149, 150 рублей. Постоянно она меняется. Что это? Хренадер. Ага. Он молодец какой. Все правильно, все купил. Умница. Вот что мог я вот. Молодец. А до этого еще мясо сходил купил. Даже ручка оборвалась. Молодец. Какой у меня вот этот Юра хозяйственный. Так тяжести я не могу. А я сейчас покажу вам, что купила на выставке. И буду заканчивать видео. А я вам обещала показать. Сейчас покажу, чтобы видео уже закончить. Так. Сейчас. Значит, что у нас здесь. Ну, вы видели. Вот этот стик. Он дорогой. 2300. С коллагеном. Сейчас покажу, как он выглядит. Я пользуюсь таким. Мне очень нравится. И особенно в летний период. Вот мне привозила мои, ну, знакомая мама. Она живет в Корее. В Южной Корее. Приглашает, кстати, в гости. И вот я им пользуюсь. Вот так вот он выглядит. У меня его, видите, сколько мало уже очень осталось. И, ну, после нанесения макияжа можно пользоваться. Ну, в общем, короче, перед выходом из дома. Такое увлажняет очень хорошо кожу. Особенно вот в Грузии я пользовалась. Кожа такая становится, как у младенца. И я вот не увидела. Я Лене заказала косметику. Но себе любимую вот решила побаловать. Вот это вот я купила. Как раз это вот у той девчонки, у которой я все время заказываю. Она приезжает. И завтра в Москве будет. Ну, я думаю, она сегодня будет. Но сегодня мы ее не встретили. Так. Сейчас. Это я покупаю всегда. Пенку для умывания тайскую. Именно вот этой фирмы с кокосом. Иногда корейскую. Ну, вот это мне тоже очень нравится. Не увидела. Вообще, за поездки в Тайланд хватит. Так, еще мы взяли что попробовать. Вот этот российский производитель. Разогревающая маска. Компресс для волос. Три в одном. Хочу попробовать. Очень дешевая. Не знаю, сколько она стоит. Ну, чуть совсем дешево. Ну, наверное, я за все заплатила вот это. Взяла еще вот такую вот. Тоже замазка для волос. Подверженных стрессу. Ну, это вот российская. Не знаю. На розовой глине. Есть она на озоне, говорят. Я не знаю. Не вижу чек. Сейчас. Дали мне чек, не дали. Это их чек, не чек. А, да. Наверное. 700 рублей. Да. В общем, смотрите. Маска стоит 200. Ну, все. В общем, 200. Так. В общем, одна стоит 220. Другая 220. Третья 268. Вот чек. Не знаю. Видно вам, нет? То есть, вот такие они. Очень-очень дешевые. Вот три. А это прям такое мыло. Густое мыло. Для волос и тела. Сейчас его мы откроем. Ну, так понравилось сейчас. Я, конечно, не знаю, с чего оно сделает. Видите, оно какое. Ну, мне оно очень понравилось. У него такой запах классный. Понимаете? Вот баню хорошо. Надо баню возобновить. Что-то давно мы в баню не ездили. Ой. Юра-то ездила. Я вот все никак. Ну, в общем, не знаю, какой эффект будет. Увлажняет липовый цвет. Разве я липовый просила? Я не помню, какой просил. Вроде и не липовый. Банная серия. Ой. Ну, прям вот аромат отличный. Не знаю, из чего сделано. Поэтому еще раз говорим. Так. Еще вот нам дали вот такой подарок бесплатный. Это шор для душа. Эта фирма нам дала. И вот из дорогого у этой же фирмы я купила вот эту вот сыворотку для волос. Вот каждый день ей пользоваться. Не знаю, как она будет. Ну, они ее очень хвалили. Так как я косметику у них покупала. Я думала, похоже пузырьки. Думаю, что будет хорошей. Вот. Две покупки. Это тоже стоит очень дорого. Обманывать не буду. По-моему, 2700. Вот такая вот сыворотка. А это я сколько сказала? 2300. По-моему, так. Ну, в общем, плюс-минус 100 рублей. Я думаю, вы меня простите, да? Если я так что-то не так сказала. Так. А еще я купила вот такие серьги. Мы с Леной купили. Они недорого стоят. Полторы тысячи. Это обычная бижутерия. Напишите, как вам нравится, не нравится. Вы знаете, что-то я как-то опасаюсь золотые серьги покупать. Не, не то, что опасаюсь. Я вот если покупала в Турции в утопии серьги, да, в прошлом году или позапрошлом. В прошлом, наверное. Знаете, они мне понравились. Мне душа легла к ним. А сейчас я пока не вижу ничего такого интересного. Поэтому я буду носить то, что вот увидела. Сейчас поношу. Надоест там сломается. Выброшу. Так. Что еще вам хотела сказать? Замечательно потренировались. Вот. Могу вам ставить кусочек нашей тренировки в видео. Если вам будет интересно. Завтрашнее. Напишите, интересно, не интересно. Ну, получили массу удовольствия. Ладно, дорогие друзья. На этом заканчиваю с вами видео. Для того, чтобы встретиться с вами в следующем. Пойду принимать душ. Вариться бульон. Закинул стиральную машинку. В общем, ну, спать я лягу, наверное, еще. Ну, как всегда. Я не могу рано ложиться. На самом деле, это очень-очень большой минус. Вот. Потом попробую сейчас поставить, как я помоюсь. Хочу вот. Буду каждый день сыворотку. Сейчас почитаю, как ей пользоваться. Здесь мелко написано. Ну, надо мне все это дело прочитать. Сыворотку для волос. И потом расскажу вам, какой эффект. Все. Пока-пока, мои дорогие. Поехали. Поехали.